Я читаю вторую книгу царств, главу седьмую. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, — Вот я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, — Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, — Пойди, скажи рабу моему Давиду, — Так говорит Господь, — Ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, — Говорил ли я, хотя слово, какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиле, — Почему не построите мне Кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, — Так говорит Господь Саваоф, — Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чесл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел Давид царь, и предстал пред лицом Господа, и сказал, Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобресть его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ, навеки, и ты, Господи, сделался его Богом, и ныне, Господи Божий, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида, да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи, Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтоб молиться тебе такую молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки.